Добрый день! Среди живущих на земле людей есть много призваний. Сегодня мы поговорим о призвании христианском. Одно слово «звание» уже раскрывает смысл «зов», «позвали», «призванный». Вот кто позвал человека за Христом, кто пошел за ним, и какие на человека возлагаются обязанности, ответственность носить имя христианина и быть призванным, а значит последователем этого учения. 23 ноября мы вспоминаем память удивительного святого, врача, ареста. Жил он в Каппадокии во времена гонений на христиан. Это 304 год. Правление Диоклетиана. Повсюду льется кровь христиан, которые были позваны Христом не при жизни Иисуса Христа, а уже после его крестной смерти, распятия, воскресения, после проповеди апостольской, они услышали сердцем этот зов и пошли за ним. И таких христиан было огромное множество. Их предавали мукам, пыткам, страданиям, но они все равно оставались верны своему христианскому призванию. И вот арест вместе с апостолами от 70 принимал участие в деле проповеди и своей жизнью, своим мученичеством еще раз засвидетельствовал свое призвание. Когда его схватили, его заключили в темницу на 7 дней. Ничего не давали ни есть, ни пить. Потом его бессчадно избивали и веревками, и воловьями жилами. Но кроме всех истязательств, мукв и страданий, его страдания были увеличены еще одним очень бесчеловечным, жестоким к нему отношением. Ему в пятки вбили 20 гвоздей. А затем, привязав к лошади, заставили за ней бежать по острым камням той местности, где его истязали. Мученик арест все претерпел. С именем Господа Иисуса Христа и с верой в собственное бессмертие и он сегодня среди живых. Почему мы так говорим? Потому что святитель Дмитрий Ростовский, который спустя 15 столетий описывал жизни описания святых, а в его трудах мы можем прочитать 12-ти томник «Жития святых» на каждый день года. Есть описание мученика ареста. Я советую вам почитать. Это удивительная жизнеописание этого святого. Нельзя не сказать несколько слов о самом святителе, священнике Дмитрии Ростовском. Когда он записывал, собирая все архивные, все протокольные, даже тексты допросов мучеников, свидетельствовавших о их верности Христу, он все объединяя, записывал, складывая из письменных источников их жизнеописания. Но кроме того, что он собирал, были еще сверхъестественные явления в качестве свидетелей тех страданий, которые описывал святитель Дмитрий. Мученик-арест во время описания Дмитрием Ростовским, а это начало 18 века, явился святой мученик-арест, который пострадал в 304 году при Диоклетиане. Вдумайтесь, почти 15 столетий. И явившись Дмитрием Ростовским, указал, что ты не все страдания, не все муки и не все раны описал мои. И предъявил ему истерзанное тело, которое потом, как свидетель Дмитрий Ростовский, дописывал в житие святых. Одна очень важная деталь, на которую хотелось бы обратить внимание. Когда при допросах мученика-ареста спрашивали о его личной жизни, о его имени, он говорил, родители нарекли меня арестом, «Но я ношу более для меня значимое имя. Я христианин. И для меня гораздо более значимо это звание, чем мое имя, данное мне при рождении». Мы с вами видим, что для тех, кто последовал за Христом, имя Христа было более важным в их жизни, чем собственное имя при наречении. Почему так? Потому что по заповеди Бога мы должны любить нашего Создателя всем сердцем, всей душою и всем помышлением своим. И по его же призванию стараться любить ближних, как самих себя. А вот теперь давайте поговорим немножко о том, какие требования звания христианина предъявляет православная вера к тем, кто крещен и несет это святейшее и высочайшее звание. Ну, безусловно, это крещенные люди во имя Святой Троицы, те, которые посещают храм, те, которые молятся, которые имеют дома Писание и читают его, которые изучают Евангелие, потому что знают, что через него они ожидают наследовать Царство Небесное. Да, при всем при этом посещают воскресные богослужения, даже исповедуются и причащаются. Но достаточно ли этого для того, чтобы быть достойным звания христианина? И вот сегодняшняя жизнь Писания говорит, что нет. Этого недостаточно, чтобы быть христианином по-настоящему, только исполнять какое-то определенное правило церковной дисциплины, без исполнения которых мы тоже теряем свою основу веры. Но православие зовет нас выше. В нашем храме есть аналой, на котором лежит подаренная Библия. Сверху надпись «Остановись» и прочитай хотя бы одну строчку из Библии. Пришел в храм человек, и после решения строительных вопросов по благоукрашению нашего храма я подвел его к этой развернутой книге Библии. И как раз на открытой странице пятой главы от Матфея прочитал ему «Вы – соль земли, но если соль потеряет силу, что сделает ее соленой? Она будет не нужна никому, кроме как выбросить ее вон на попрание людям». О чем это? Я спросил этого человека. Мы вместе с ним прочитали, о чем это, о какой соли. Назначение соли – не дать протухнуть, не дать погибнуть, не дать пропасть продукту. То, что засаливается, оно дольше сохраняется. Вот вы, христиане, в мире, по слову Христа, вы – соль земли. Ваша жизнь должна быть не просто примером, она должна быть образом чистоты, целомудрия и святости. Вот куда зовет нас Христос. И вот такой жизнью вы будете сохранять погибающий в грехах, в растлении, во всевозможных пороках ближайший мир. Если мы с вами перестанем иметь эту соль, то зачем мы будем нужны в этом мире? Как только выбросить вон на попрание людям. Вот как высоко поднимает звание христианина тот, кто установил все правила последования за ним. И теперь давайте спросим, а действительно ли мы соответствуем такому званию, которое иногда применяем? И на вопрос, ты мусульманин? Ты иудей? Может быть, ты буддист? Нет. А кто ты? Я христианин. Я христианка. А что за этим стоит? Давайте задумаемся, дорогие братья и сестры, что стоит за тем, что мы себя так высоко называем? Давайте свою жизнь сравним с подвигом тех людей, которые жили по-христиански, по-христиански умирали. А мы сегодня хотим жить, как весь обезбоженный мир. И мы говорим иногда, нам часто, священникам, приходится это слышать от приходящих людей, еще только идущих ко Христу. Мы хотим жить, как все, да не только идущих, даже иногда и прихожане, которые уже несколько лет посещают храмы, говорят, ну, все же так поступают. И мы. Дорогие христиане, мы права не имеем, нося звание христианское, поступать так, как поступают блудники, развратники, пьяницы, мужеложники и прочие, те, которые уже избрали своим путем, путь погибели. Мы пошли за Христом, значит, мы должны быть солью для мира. То есть, тем великим призванием идти за Христом, мы просто обязаны быть примером жизни, в семье, в общении друг с другом, в своих поступках, а самое главное, в желании исправиться. Христианин не тот, который достиг каких-то рубежей святости. Нет, этой лестницы конца не бывает. Ты только наступил на первую ступенечку, поднимайся. Ты перестал курить, но ты еще ругаешься сквернословием. Ты бросил сквернословить, но, может быть, ты еще посматриваешь на лиц противоположного пола и соблазняешься им. И если мы в завершении этой встречи спросим себя, а сколько времени я посвящаю на то, к чему я призван? Ну, хотя бы углубиться в прочтение Писания, в посвящение дел милосердной любви ради Христа, не ради зарплаты. Это пол моего рабочего дня, это три часа из двадцати четырех часов в сутках, это час, это пятнадцать минут, а может быть, это и того нет. Как же мы встретим испытания грядущих событий, когда в это время подготовки мы совершенно не готовимся ни к христианской жизни, ни к смерти, ни к переходу в загробную вечную жизнь, где сразу встретит Христос, ведь по Его же слову, должно однажды человеку умереть, а потом суд, потом сразу мы предстанем пред Богом, и за все, что мы делали, за все, что мы говорили, как мы поступали, мы дадим ответ перед Богом, и если мы об этом забываем, то какие мы христиане? Вот почему так просто падать вниз. И действительно, падение кажется таким простым, но таким трагическим концом заканчивается любое падение. Подниматься всегда сложнее, а потому грешить кажется проще, так просто, ни в чем себе не отказывать и полетел. А вот восходить по лестнице добродетелей, в чем-то отказать ради сохранения христианского призвания так непросто, но велика награда тем, кто будет побеждать в себе, прежде всего в самом себе, страсти, пороки, греховные вожделения. И вот не за победу даже, а за усилие, за стремление к ней Бог даст, как сам Он сказал, сесть на престоле своем. Какая великая награда трудящимся, устремившимся к этой победе и какая слава тем, кто ее постарается одержать. Я хочу пожелать всем нам, дорогие, быть солью земли, быть теми, к чему мы призваны. А если мы называем себя христианами, давайте вдумаемся, какое великое и высокое звание дала нам Мать Русская Православная Церковь. И постараемся, сколько есть сил, сколько есть возможностей, и сколько есть еще время нашей коротенькой жизни все-таки исправиться и по-настоящему стать христианами. Всего доброго и храни вас всех, Господь! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова пой SPA